Всем привет! Давайте дальше попрем по моделированию. Зебраш классная штука, конечно, но сколько мы просмотрели с вами, как топор делать с помощью лепки, потом ручки, колеса. И вот вопрос, наверное, у многих стоит, а как сделать копию ножа? Давайте разберем один вариант. Их, конечно, очень много, но пока еще вот этот вариант разберем. Давайте откроем куб. Я сейчас сижу во второй модели Зебраш. Здесь мне как-то такие вещи лучше делать, чем в седьмом лично для меня. Так, вот открываем куб, нажимаем Edit. Вот такой он у нас. Так выглядит. Раньше мы работали с цилиндром. У него тоже много возможностей. Ну, давайте рассмотрим, что такое куб. И что он может нам дать в плане моделирования. Давайте опять зайдем в инициалайзер. Вам уже знакома эта кнопка, эта функция. И давайте ее сделаем из куба нам заготовочку. Вот так вот уменьшим. Толщину слишком тонко не делайте. Давайте теперь ее уменьшим по высоте. Вот, где-то вот так вот. Все, это мы закончили. Больше нам здесь ничего не надо. Давайте теперь сделаем Make Polymesh. И посмотрим на полигоны. Вот такая ошибка у многих поначалу будет. Вот этого вот не должно быть. Это должно быть вверху. Так что давайте теперь с этой ошибкой мы разобрались. Чтобы на нее потом не наталкиваться. Наблюдайте, смотрите вот за этой площадью. Теперь давайте повторим все то же самое. Откроем опять наш куб. Вытянем. Поставим Edit. Нажмем Shift. Выровним. Посмотрим. Теперь сразу смотрим, как он расположен. По какой оси. Это можно увидеть и вот так вот. Вот давайте теперь развернем его вот в такое положение. Отключим сетку. И вот с этого положения будем уже плясать. Нажмем. Опять уменьшим его в ширине. И уменьшим его. Точнее вот уменьшим по ширине. И уменьшим по высоте. Вот такая заготовка у нас получилась. Ее можно, кстати, здесь делать вот такие заготовки с помощью Count Size, даже треугольники можно делать. Ну а ставим куб. Теперь давайте, как раньше делали, Make Polymesh. Вот вы видите, он стал Subtool. И теперь давайте отключим поле F. И теперь нажмем геометрии и добавим, сделаем Dynomesh. Что у нас получилось? Вот такая заготовка у нас получилась. С полигонами. Вот такие вы видите. Как нам может эта заготовка теперь помочь в выполнении нашей 3D модели? Выравниваем ее. Давайте теперь зайдем в Brush. Нажмем Ctrl F. Нажмем левой кнопкой мыши по Brush. И вот это пуговица. Клип. Cirt. Cirt. Кирт. Короче, вот запоминайте, как она выглядит. Нажимаем ее и нажимаем круг. А теперь поперло самое интересное. Как сделать вот из этой заготовки, допустим, нож. Зажимаем Ctrl F. Вот такое поле у нас получается. Как оно работает? Вот вы его вытягиваете, удерживая левую кнопку мыши и бросаете. Вот такую обрезку она вам дает. Нам такая обрезка не нужна. Тут надо ловить. Уменьшаем наше поле. Устанавливаем, как нам его удобно. Выравниваем его по сетке. И теперь давайте опять попробуем сделать то же самое. Ну, теперь вот так вот вытягивая. Если вы бросили поле, исчезает модель, ничего страшного. Жмите Ctrl Z. Вот так мы сделаем. Сейчас давайте сверху попробуем. Вот так сделаем. Нам достаточно. Уменьшим теперь Drive Size. Давайте посмотрим, как здесь можно сделать. Здесь вы вытягиваете. И убрать вы уже не уберете, пока не нажмете Alt. Вот так вот будет получаться. Вытягиваем. Нажимаем Alt. Бросаем левую кнопку мыши. Здесь давайте повторим то же самое. Ну, вот. Теперь вот таким образом. Надо приловчиться, конечно. Вот так. Вот эти поля, получается, вы их не получите. Их можно обрезать. И давайте теперь еще нож подкорректируем наш. Вот такой получается. И вот здесь чуть-чуть еще приберем. Вот такой ножик. Теперь, как убрать, допустим, вот эти вот части. Нажимаете опять Brush, Ctrl Shift. И нажимаете левую кнопку мышцы на строк. И убираете курву, чтобы резать. И вот так вот курвочкой потихонечку их убираем. Вот так вот. Ну, в принципе, вот болванка, заготовка готова. Можно ножи также делать по картинке. Если вы нож какой-то скачали, устанавливаете. И вот по этой модели уже режете. Я покажу быстро. Не хочу, как всегда, затягивать видео. Долгий монтаж. Вот так вот выделяем теперь. Вот что-то в таком духе у нас получилось. И давайте это теперь с помощью MOF вытянем. Нажимаем MOF. И вот так вот вытягиваем. Это будет для нашей ручки. Можно, в принципе, и большую часть вытянуть. Это не принципиально. Снимаем маску. Вот что у нас получилось. Вот такая заготовка. Теперь давайте устанавливаем ее вот в такой вид. Нажимаем теперь Ctrl. и выбираем вот это Master Rect. Все. Выбрали. И делаем вот такую фаску. Немного выравниваете. Все мы выделили. Вот такое у нас получилось. И теперь давайте инвертируем это все дело. Нажмем Ctrl и английской раскладки. Вот такой нож у нас заготовка. И теперь давайте оттянем в бок. Вот так установим. Я вам приближу. Чтоб вам виднее было. Вот так вот у нас получилось. И теперь давайте поработаем с деформацией. Откроем деформацию. Откроем деформацию. Откроем деформацию. Здесь много возможностей, направляющих. Можно убирать вот так вот вглубь. И теперь давайте зайдем в Size. и на Size уже подкорректируем. Вот так вот. И вот я собираюсь подкорректируем. И вот такая будет что у нас есть. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. вот что-то такое у нас получилось это вот нам уже не надо давайте вернемся вернемся в нашу заготовку и давайте еще раз попробуем включим ось x вот так вот вытянем если вы заготовку будете делать тоньше то уже у вас будет рвать вот эту часть так мы уменьшим и по ось z вытянем вот так вот теперь давайте уменьшим вот эту вот кромку лезвия перейдем на ось x нет по моему на ось z укажу ну как у вас будет стоять это заготовка посмотрите перейдем на ось z и вот так вот несколько раз уменьшим толщину нашего лезвия вот он закруглился что можно еще сделать если мы сейчас отключим инвертируем на другую сторону то можно с помощью вот этой функции уменьшить толщину боковинок наших вот так нож стал тоньше вот уже у него появляется какой-то вид все теперь давайте отключить деформацию снимем наше выделение control на и левая кнопка мыши на пустом месте экрана давайте теперь вот выровняем эту модель уменьшим и повторим обрезку можно еще попробовать ректом пройти вот так все у нас работает и теперь давайте сделаем отверстие в нашем ноже как будем мы это все делать вот такой он получился пока еще не отработанный неказистый но уже ровный и на том хорошо потом мы его выгладим подкорректируем давайте теперь установим его ровно вот так чуть в бок уведем поставим опять же наш цилиндр нажмем alt вытянем его так с помощью move вытянем и углубим саму модель отключим move и нажав control два раза по свободной поверхности вот такой у нас тесак получился опять же повторю модель может быть любая ее можно корректировать как по картинке делать любую форму придавать так что экспериментируйте пробуйте я вот так вот его оставлю и вот здесь еще округлю теперь нажму так вот нажму alt и вверх подниму и обрежу не знаю как вид теперь можно поставить допустим move поставить побольше draw size и вот этим инструментом можно будет корректировать как хотите хоть вот так его ставить вот так на ваше усмотрение ну в принципе все единственное что можно еще гравировочку тут сделать давайте сделаем гравировку как это делается нажимаем control выбираем вот этот инструмент и попробуем так если поставить поближе и вот так вот сделать змейку и теперь давайте инвертируем зайдем в деформацию и зайдем в size и вот так вот его можно нажать вот такая гравировочка у вас будет по ножу потом можно ручку добавить я в следующем видео покажу как это делается поменять цветовую сферу внешний вид можно под дерево сделать можно допустим под металл вот так потемнее можно поставить вот как настоящий металл будет поиграться со светом это в тех видео я уже показывал как это все делается вот так вот все всем пока надеюсь помог тренируйтесь до свидания